Физкульт-привет! С вами Микспорт Скилз. Микспорт – это первый спортивный портал Украины, на базе которого собрана полная информация о спорте. Сегодня в Микспорт Скилз мы познакомим вас со Сквошем. Сейчас рядом со мной вице-президент Федерации Сквоши Украины Алена Аганисян и президент Федерации города Киев Ярослав Аганисян. Федерация Сквоши Украины – это платформа, которая объединяет любителей, юниоров и профессионалов. Поэтому ищите Сквош-корту в своем городе и присоединяйтесь в нашу Сквош-фэмили. В тот момент, когда вам нужно будет обратиться к профессионалу или найти локацию поближе к вашему дому, вы смело можете обращаться на портал mixsport.pro или на сайт Федерации – squash.ua. На этих двух ресурсах вы точно найдете профессионала, который влюбит именно вас в этот вид спорта – InSquosh We Trust. Для многих это очень непонятный вид спорта, но в данном случае вам нужно просто попробовать. Это фан, это кардионагрузка, это в любом случае хорошее настроение. Сквош в Украине уже существует как больше 20 лет. Если брать весь мир, то ему уже больше 200 лет. Это очень впечатляет. Сквош играет с 5 лет и до 75, даже и больше. Вкратце о правилах. Итак, в сквоше участвуют всего 4 стены – передняя, две боковых и задняя. Если вы играете сквош, вы в любом случае не должны бить мяч выше самой верхней линии. Она на всех этих четырех стенах. Она называется линия out. Также, что вам нужно знать? Вы не должны попадать в эту линию. Она называется линия down. И ниже нее игра начинается с подачи. Чтобы попасть в подачу, вам нужно ударить мячик выше этой линии. Она так и называется – линия подачи. Стоять при этом нужно, когда вы подаете подачу в этом квадрате. Либо в этом квадрате. Он также называется просто – квадрат подачи. И мяч должен прилететь в любом случае в большой прямоугольник. Тогда это будет считаться правильная подача. Соперник отбивает мяч – начинается розыгрыш. В розыгрыше уже линия подачи не имеет никакого значения. Уже эти квадраты и эти линии не имеют никакого значения. Чтобы вы начали играть сквош, вам первое, что нужно, конечно же, ракетка. Второе – удобная футболка и, конечно же, шорт. И, что самое важное, специальные кроссовки для сквоша. Любой юниор либо ребенок до 18 лет обязан играть в очках. Итак, Тимур сейчас бьет мячик и мяч будет лететь в районе его ноги либо его тела. В этом случае я обязан не бить по мячу. И тогда мне просто присудится очков. Если я ударю по мячу, я нанесу ему раунд и мячом, и даже могу ракеткой. Мяч полый, резиновый, он бьется очень больно. Ну что, пробуй, мой друг, разобраться с техникой удара. Очень важно, чтобы ракетка была не здесь, в ладошке, а ближе к подушечкам пальчиков. Если игрок подает слева квадрата подачи, мяч должен прилететь в противоположный большой прямоугольник уже с правой стороны. Тогда продолжится розыгрыш. И, что очень важно, чтобы после каждого удара игрок возвращался в центр корта. Тогда вы будете практически всегда успевать на любой удар. Если мячик ударяется больше одного раза, это уже будет розыгрыш. Очень важно ударить верхнюю часть передней стены, и тогда мяч гарантированно прилетит в заднюю мишень. Для чего? Вашему сопернику будет от этого очень неудобно. Сделать раньше замат, ударить мячик напротив себя, и при ударе направить ракеточку вверх. И при всем при этом, мой центр тяжца должен быть пониже. Зачем? Чтобы в момент удара меня не развернуло. Сделать вовремя замат, ударить немножко раньше, и направить ракетку немножко правее в центральной части передней стены. Смотрим. Вот это отлично! Мяч вообще полетел туда, куда нужно. Третий удар. Дроп-шот. Стрейт дроп, либо просто дроп. Нужно ударить максимально низко в переднюю стену, чтобы он прилетел к боковой стене. Потому что возле боковой стены максимально неудобно отбить вашему сопернику мяч. Четвертый удар. Боумс. Также бьем его в левой задней части корта. Не напротив себя, а чуть-чуть дальше, за собой. А теперь мы с Тимуром продемонстрируем вам игру. Тимур сейчас кинет жребий ракеткой, чтобы мы выяснили, у кого будет право подачи мяча. Я буду выбирать вот это положение. Соответственно, Тимур, вот это положение. Две правильные буквы «Ф» — это значит, что Тимур подает подачу. Играет музыка. Играет музыка. Тимур выиграл 11.6. Тимур, поздравляю. Еще один важный момент. Если вы наконец-то познакомились со сквошем и ставите для себя цели просто получать нагрузку, хорошую компанию и просто в принципе разобраться со сквошем, что это такое, дословно его изучить, вам в принципе будет достаточно трех тренировок в неделю. Но если вы ставите перед собой чемпионские цели, допустим как Тимур, он уже чемпион Украины, он тренировался 6-5-6 дней в неделю, по 2 часа это минимум. У него уже 11 медалей, но он говорит хочет еще. Регистрируйтесь на Мигспорт, ставьте лайки, пишите комментарии, присоединяйтесь к самому большому спортивному порталу страны и будьте в курсе всех событий.